Добрый день! Глядите в этом выпуске. У ГДУ имя Франциска Скарына отбылся день открытых дверей. Сегодня 100-годовый юбилей означает Гомельчанка, ветран Великой Айчиной войны Вольга Алексапольская. Гомельская епархия в этом году перелечила на доброчинность больше за 100 тысяч белорусских рублев. А зараз об этом и иншим больше подробятно. Беларусь не может оставаться в Баку от трагичных падзей у России, про это заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Подорушение керавника державы сегодня над будинками резиденции президента Беларуси и инших держустанов по всей краине при спущенной державной стяге у знак солидарности и смутку в связи с авиакатастрофой у России. Обмежаванное так само проведение и трансляция забавляльных мероприемств и программ. Телерадиоканалам рекомендовано уличить эти обставины при формировании эфиру. Протягиваем выпуск о Беларуси 2016 год объявлены годом науки. Отповедный указ подписал президент Александр Лукашенко. Основной метой этого решения является повышение роли науки как фактору социально-экономического развития краины. Так само стоят задачи створения сприяльных умов для захования и развития наукового потенциалу и формирования международного имиджа Беларусь як краины с высоким узровнем интеллектуального и человеческого капиталу. У одной из ведущих в НУ регионах ГДУ Мяфранциска Скарыны пройшел день открытых дверей. Его запросили навученцев 11-х класса узрозных установ адукации в области. Для будущих абитуриентов наступил напевно один из самых отказных периодов у жизни. Тех, кто еще не поспели зарабить свой выбор, повинны вызначиться с профессии. Як правило, на день открытых дверей во университет школьники пройходят мета накерована. После сдачи централизованного тестирования, минавито, у ГДУ и ВНУ яны падают документы. На таких сустрэчах с выкладчиками потенциальные студенты могут доведаться об умовах поступления и навучания, далейших профессийных перспективах. Во установе постоянно сочать за ситуацией на рынку працы. Стоит задача не просто дать выпускникам якосную адукацию, а лей забеспечить их першим працевным местом. С этой целью в университете созданы 58 филиалов на предприятиях, в организациях, в школах, гимназиях, лицеях. И благодаря вот этому тесному сотрудничеству с предприятиями у нас улучшается качество практик, качество подготовки курсовых, дипломных работ. И в итоге предприятия более охотно берут наших выпускников на работу. Областный территориальный фонд «Гомлез Аблмайомость» у першинё отрымав заявку на продаж объекта у нерухомости от удзельников электронных торгов. В сярот перовах этой формы работы – скорочение финансовых затрат, абсолютная прозристость процессу и сменшение часу, які неадходны для проведения операции. На электронные торги, які отбудутся на этом тыдне, выставляются 16 объектов, размешанных в Мазырском и Жлобинском районах. Початковая цена продажу вагается от 21 до 730 тысяч рублей. Умовы выкористания нерухомости от реконструкции под жильё до организации вытворчасти. Усяков в этом месяце на торгах на «Гомлез Аблмайшине» пропонуется коля 130 объектов нерухомости, пройшим назначенную частку будинков першопочатковая цена снижена. На передании новогодних и колядных святов популярной у покупников становится пиротехника. Тым часом для представников гандлю, які реализують такий товар, існує шерох потребованьеў. У приватности строго заборонены продаж пиротехники децям ва узросте до 15 годов. За порушение продугледжены штраф до 10 базовых величин. А кроме того, субъекты гандлю, які займаються продажем пиротехники, повинны притрымливаться техничного регламенту мытного союза і правилам пожарной безпеки. Обовязковым парадку продавец обовязаны ознайомить пакупника з інструкцией. У совезі над иходячими святами сурьозных змен у работе організація аховы здоров'я не плануюцца. Про гэта поведаміли ў Гомельской центральной городской поліклініце. Так, для больницы і поліклінік святочный графік установлен на перша і сёма студеня. У звычайным режимі установы аховы здоров'я працуюць другого студеня. По субботнім графіку пацієнтов будуть праймать 31-го снежня і 21-го студеня. Дяжурные змены приёмных адзіаленьяў, травматологічных пунктав, адзіаленьяў інтэнсівной терапії і реанімація будуть узмоснені кваліфікованными спеціалістами. Сьогодні 100-годовый юбілей, значае гамельчанка, вітран Вяаліка, айчынай вайны, Вольга Алексапольская. Яна народілася яшчэ ў часы царской Расіі, 26-го снежня, 1916-го года. На я жыцё прайшліся две сусветныя вайны і складаны пірыд пасліваеннага аднавління. Перші гады жыця Вольга Алексапольская провіла ў Курскай в областьі, затым переехала ў Ленинград. Там паступіла ў інстытут, освоювала професію економіста. А пошній спыт здала 21-го чырвіня 41-го года. Назаутро ў Сталінграді ўжо сустрэла вайну. Туды дзяўчына трапіла паразмерковані на першая місцца працы, на червонармейскі суднорамонтны завод. Адной чы, калі, ваэнная сітуація патрабывала эвакуація работнікаў, а малю весь коліктыв з'їхал. Засталася Вольга Дзмітрівна і яше прыкладна 40 чалавек, яны павінны былі выконуаць ваэнныя заказы. Затым ўсё ж такі, прайшлосі эвакуіровацца і негалькі дзён істі пешу да Татарстанскага Чыстапаля. А затым зноў цяжкая працца на карысь Савецкай Арміі Вялікай Перамогі. За працовны подвиг жанчына трымала медалі, за доблісную працў час Вялікай Чыны Вайны і за працовную адзнаку. Адразу пасля вайны вышла замуж і прыехала ў Гомель, дзе з мужем пражыла амаль 40 гадоў. Сёня ёе акружаюць двоя дзяцей, троя унукаў і троя правнукаў. У гэты дзень з юбілеем ёе таксама прышлі павіншаваць працовнікі Улады, працпреемство Белвод Шлях, Савеца ветеранов і работнікі пашпортного стола, які ўручыли імянініці новы пашпорт. Очень я, конечно, рада, но і в то же время смущает мене то, што очень большое внимание ко мне, к старому человеку. Приятно и получать и подарки, и поздравлення. Я могу сказать, што я не обижана вниманием. Журналисты телерадиокампании Гомель отрымаліць двоў з нагороды республіканских конкурсов на лепшыя матеріалы ў СМИ. По выніках національной туристичной прэмії «Познай Беларусь» наша телерадиокампания означана у номінации «Сродок массовой информации года» «Телебачання». Перамогу принеслі і программа «Запрашаем на Гомельшыну», цикл фільмов «Экологія Гомельшыны» і выпуск «Добрый вечер, Гомель» на тэму развитя туризма ў регіоня. Авторы і ведучая программа Александр Гавейка і Катярына Жданович таксам асталі пераможцамі ў конкурсі для журналистов на лепшыя святленья ў СМИ тэмы «Жыця бежэнцэв». Дарайшу делу конкурсі, які проводзіла управління Верховного комісара ААН по справах бежэнців і Межнародне громадське об'єднання «Развіцьо» приняли 27 білорусських сродков массової інформации. На суд журы було проставлено більше як 70 матеріалів. Знаєте, чаще всього в дипломі указывають ім'я автора либо компанію-производителю. Однака мені б хотілося ісправити цю несправедливість. Наталья Гончаревич, Ірина Артемова, Дмитрий Родянко, Сергій Лукашук, Евгений Макеїнка, Артем Коржицкий, Елена Теленченко, Наталья Белінкова. За цими победами всегда стоїть больша творческая команда. В следующем, в 2017 году, наша больша дружна команда планирує продолжать хороші традиції, радувати вас интересними программами, піднімати актуальні і важні теми, приглашати оригінальних героїв в нашу студію. Смотрите нас на телеканалі «Беларусь4» весь следующий год. Глобницька епархія в цьому годі пералічила на доброчинність більш за 100 тисяч беларускіх рублів. Готі сродки були накераваны на лечення дзятей, які покутують ад онкологічних захворювання інших тяжких хвороб, а так само на набыцю обсталявання для місцовых установ аховы здоров'я. А почній тідзень 2016 года засустрів ветраным надвор'ям. Назавтра в Україні обвешані оранжеву зровінь небяспеки. У Гомельській області порыви ветру в ближайші часи будуть узмацняться і завтра досягнути 20 метрів за секунду. Нашні температури складуть ад мінус 4 до плюс 1. Дзенне ад нуля до плюс 4. Затым чекається послаблення ветру і похолодання. На большай час ці території в області увесь тідзень буде воблашна, чекається мокрый сніг. Єсть різика з'явління галалєдіця і туманів. 31-го снежні опадки маловірогодні. У новогодній ніч по попередніх прогнозах чекається пониження температуры до мінус 9. У перший дзень нового года слубки термометра піднімутся до 2 градусів тепла. Гэта і інші новини ви можете знайсті на нашім сайті у інтернеті па адресі www.tvrgomil.by На гэтым випуск завершен і у студії працавав Олександр Гамоля. Усяго вам доброго і до зустрічі в ефірі. Дякую за перегляд!